Я только представлю основные действия секунд. Начну с дамы Анны Ланошкина, человек, собственно, который сделал без преувеличения, наверное, большую часть именно своими руками. Давайте по-гону. Аплодисменты, который руководил всем процессом модернизации. Посмотрите на этот зеленый сайт в реальном времени. Это последний раз, когда вы его увидите. Да, вот этот зеленый, выкалывающий глаза сайт. Самое главное не нажимать обновление. И не смотрите на ваш мобильный телефон. Пока что. Это, да, я представил Глеба Олега Гангера, который последний субъект всех, включая вашу покорную слугу, стращал, чтобы мы что-то там меняли, приводили к новому сайту. Потому что это действительно была огромная задача. Мы сколько материалов опубликовали за последние 4 года? 10 тысяч материалов, да? 5 тысяч. 5 тысяч. За тысячи, за тысячи, за свои деньги. Можно память, когда я читал свои дарсы, они там разные. А, вот. Ну, представьте себе, перевести 5 тысяч материалов, чтобы они на новом сайте были. Как новые. Как новые, да. И при этом мы не разваливались бы. Опять же, насколько они не разваливаются, скажите об этом бы нам. Вот, вот, вот эти прекрасные люди вместе со всеми участниками теклицы, сотрудниками теклицы, которые тоже все в последние дни обновляли, отзывали. Вот, вот, это, соответственно, давайте всему поаплодируем. А теперь, я расскажу предысторию, да? Кто-нибудь из вас читал «Садь теплица»? Да. Ура, я очень рад. А что вам в нем не нравилось? Поиск. Поиск. Поиск не нравится. Что? Не тормит. Поиск. Поиск. Не нравилось, что не гимнастик читает, как гимнастик. Ага, это не изменится. Это не гимнастик. Еще быстрее будет уже. Что-что? Там нельзя собирать тюжет, не надо же. Ага. Вот такому по пути ничего не нужно. Хорошо, два дочковых вещей, боже, двое, 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 двое. Ага, хорошо, еще какие-нибудь помощи. Что вам нравилось? Скажите. То, что мало анонсов, когда у нас останется, то есть только 4 анонса, а мало анонсов событий. Только 4 анонса. Только такой анонс. Еще. Слишком зеленый. Слишком зеленый. Что? Зеленый цвет, да. Зеленый. Зеленый. У нас на приложение открывается прямо на... И выкалывали глаза. Отлично. А еще. Ну, как приятель, ты нажимаешь, и уходит с микрофлете, а уходит там... Ну, то, что я хочу проигрыш в микрофлете. А я хочу вам проигрыш в микрофлете и смотреть, какие они есть. Ага. И там... А вам сразу все потоком идет? Нет, я хочу увидеть поток, а у меня наоборот выходит, чтобы предложить мероприятие с места. А, ну да. Типа, вы хотите увидеть, а вы, типа, давай ты и предлагай. Отлично. Да. Можно лицаркеть и по регионам. И по регионам где-то. Отлично. Да. Да. Придется еще лицаркеть. Да. Ну, вы, собственно, его и сделали. Нет. Может, там, сейчас мы бросаем какие-то идеи, которые... Мало, увлекаясь, если ее технология делает, теперь подумайте, а по-какалу вы не делаете. Да, мы сейчас... А сейчас, да... Да, мы сначала сделаем, а потом подумаем. Мало текста. Мало текста. А что было, чего было много? Просто мало текста. Десять тысяч долларов, чтобы было. Хорошо. Смотрите. Ну, на самом деле, этот сайт был не таким. На самом деле, первый сайт Типбит выглядел вот так. Первый сайт Типбит, это же последний пост в моем личном блоге. Потому что, когда я стал заниматься Типбит, я уже не мог писать в блог, потому что просто не было сил. Вот. Он выглядел так, и он просуществовал три месяца. Вот, и видите, даже вместо нашего вот этого деревца, вот, был какой-то совершенно убогий росток. Вот, это был, типа, самый визуальный крышет, который только можно придумать. И дальше вторая версия сайта существовала значительно дольше, да. Она существовала четыре года, и хотя она была сделана, этот сайт, у него было два обновления, вот. Но таких, скорее, косметических осанки, сама первая, первая ветка, точнее вторая версия сайта была сделана за два выходных в мае 2012 года. Почему же ты можешь просто вот так шить, там, то есть, там, 36 часов разработки, ты верёшь на сон, ну, и разработки даже, это никакая не разработка. Это было просто, там, допиливание шаблона. Шаблон был куплен за, тогда ещё смешные деньги, 56 долларов, сейчас уже, очень смешные, вот. Но так или иначе, потому что мне был просто, вот я, говорим, до этого разрабатывал немножко сайта, мне был просто, жалко меня душил, идём инвестировать в это больше. Мы исправим этот вопрос. Вот. И многие вещи остались там так и невешенными за все четыре года. Меня, например, больше всего раздражает, и мы это никогда не сменили, что в мобильной версии там всё равно, несмотря на то, что мы практически всё перевели, там была эта форма GoTo. Вот. Отваливающиеся шрифты. Вот. Так как, ну, среди нас мало пользователей Windows, вот. Ну, я знаю просто, мне рассказывают, что в Windows вообще дранские шрифты, они отваливаются, там какая-то выскакивает вместо красивого шрифта, там какая-то George, ну, это ладно, это для шрифтоголиков шутка. Вот. У меня даже нет скриншота, чтобы вам показать, потому что они как-то сам не видят, да, это слово о том, насколько осознанными мы были. Яркий зелёный цвет. Я хотел сначала поставить фотографию с кровоточащими глазами, но они были слишком просто страшные. Вот. Но я думаю, да, человечек тоже в зелёном. Мне кажется, такие вещи вот у многих были распространены. Но, несмотря на это, этот сайт не не так плохо. Всё-таки на него пришло почти что три с половиной миллиона человек. Это в жизни. Я сделал не только сайт, но наши коллеги сделают. Но, кстати, не на все сайты, это, конечно, на некоторые, как вы думаете. Но не на все сайты приходят в испании миллионных людей, и он как такой вот хороший сайт выполнил свою функцию. И самое главное, то, что было для нас важно, то, что он олицетворял идею, философию, в которой теплица, и, как вы ее могли видеть, существует. И это философия DIY. Сделай сам. Вот, не пугайся, бросайся с технологиями, потому что с технологиями по-другому нельзя. Все, кто вам говорят, это невозможно сделать, это слишком дорого, мы в это не верим. Мы в это тридцать и длиться, это не верим. И, скорее, сделайте плохо. Вот Андрей говорил, совершите ошибки. Вот, сделайте сами. Вот, это вам. Самое главное для нас было очень важно. Ещё когда мы начинали, ещё четыре года назад, это всё равно. Ещё было сложнее сказать, что вот эта чёрная магия, её нет. Да, просто попробуйте, и всё будет хорошо. И для нас наш сайт был таким олицетворением, что это, в принципе, возможно. Но были проблемы, да, в частности, вот перечёркиваю слово «возможность», на самом деле невозможность постоянных правов и улучшений. Каждый апдейт, это была такая головная боль, что мы старались это делать очень резко. Слабая магияная версия, когда... Потому что её создавали, когда десять процентов пользователей было на мобильных. Сейчас их около тридцати. Не было никаких апдетестирований. Мы даже, несмотря на то, что мы сами любим эту вещь, и апдетестирование у нас будет, да, и всякие конверсии и так далее. У нас была единственная конверсия, мы вообще приняли конверсию, когда кто-то обращался к нам в форму контакта. Вот, у нас их будет значительно больше, я думаю, много дел от исследований. Вот. А самый частый сайт вокруг сайта меня сегодня использовали как ручной гейкер. А ещё меня использовали, наверное, у многих из нас как ручной поисковую систему. Это звучало примерно так. Эй, видел, у вас клёвый материал, но не могу его найти. Вот. Это было очень часто, и я любимые материалы помню, но ещё тоже как-то помню, как искать так, чтобы всё выходило. Вот. Ну и, например, были какие-то вещи, которые мы сами не понимали в редакции, да. Чем отличаются инструменты от приложений? Почему это развитие так важно для нас, чтобы сделали даже отдельные базы данных? Вот. Ну и, наконец, да, мой, например, самый часто упоминающийся инструмент, это был вот этот вот поиск, который был маленькая иконка, но которая сейчас пользовалась, наверное, чаще всего. И вот этот вот появляющийся поиск, кто этим поиском пользовался? Ну и, наконец, раздел о проекте. Вот это была примерно такая ситуация. Я старался не заходить в раздел о проекте, потому что мы его когда-то написали, и я знал, что изменения произошли в том, что мы делаем. Ну и, наконец, по поводу сегментирования аудитории. Мы сами много говорим, вот там целевая аудитория, но мы-то сами не без греха, и поэтому, если вы просто посмотрите на наш сайт без этого пафоса, вот, мы такие прекрасные и так далее, И, наконец, покажется, что наша аудитория – это актуисты-полиматы всех возрастов и всех полов одновременно, вот, одинаково понимающихся технологии, так и в третьем секторе. Вот, и… ой, а это уже… Но это изменилось, и поэтому хлеб расскажет, почему это и как изменилось. Хорошо. Как оно изменилось? На самом деле, было не совсем понятно вообще, что делать. Понятно было, что надо что-то менять, но что именно менять было понятно. Поэтому сначала нужно было просто создать новую папку. Вообще сначала, да, просто создать новую папку. Вот, и дальше как-нибудь разобраться. Вот, с тем, что делать дальше. Ну, так как, в общем, мы решили уже подойти к этому вопросу более разумно, у нас была проблема, потому что было очень много с блокином, которые там, понятно, как они там, то есть, ну, комплектовали, какой-то старый блокин как-то сносил, и, наконец, мы сделали в композе такой файлик, там все были блокины записаны, тегерами всегда будут одни, тегать не надо. Ну, чтобы немного, так сказать, улучшить наш сайтик, сделали еще один файлик, bookfire.js, положили туда кучу, на самом деле, вполне вещей, которые вы можете найти в интернете, легко погуглив всяких готовых блокинов, которые симпатизируют все, что только можно. Для того, чтобы он был прям такой реактивный инстиролог, как этот сайт. Как ни странно, у нас было 5 тысяч. 5 тысяч. 5 тысяч записано. Последницей было 5. Картинок было очень много, потому что они, там, 2 вирус, в разных размерах и прочее. В общем, у нас было 20 тысяч картинок, было непонятно, что себе сделать. Но, как оказалось, все просто. Достаточно, вот сказать, написать такие 4 строчки на мою строчку, и оно само, как-то там, шумшало до утра, и все. Все готово. Вот. Ну, потом мы еще немного тоже подходили. Вот. Не, потому что у нас подходили больше, чем другие. Но, тем не менее, там буквально 380 комментов, и можно было сказать, что он готов. Ну, и, кроме всего прочего, мы сделали такую важную вещь. Мы ушли, наконец, от древнего и низкотехнологичного подхода, когда люди просто топливают, как вы, официально, там очень много что поменяют. На самом деле никто не знает, кто поменял, что поменял, зачем поменял. Мы сделали автоматизированную систему выкладки новых версий. Можно делать это всего каждые 20 минут. Можно даже сейчас. Вот. Ну, и, на всякий случай, мы точно так же набили большой порядок специальным пользователям для того, чтобы даже наши южеры случайно там что-то не удалили или что-то там поправили, что нужно. Вот. Ну, такой технологический штука. Касательно визуальной части. Наша основная задача была, конечно, хорошая мобильная версия, мобильная авторство. В принципе, у нас адаптивный сайт. Вы видите, что он работает на большинстве, ну, не скажу прям совсем, на любых, но на большинстве устройств. Мы протестировали. И все. И теперь я думаю, что из площадок, из мобильных дом придут удобно, хорошо читать. Кстати, о чтении. Наконец-то у нас появились нормальные шрифты, которые заточены под веб, которые грузятся там, где надо. Они не отваливаются ни на Windows, ни на каких-то еще других интересных системах. В телефонах они тоже в силе изделия. И наконец-то мы надеемся, что процесс чтения материала сделает приятным, не просто, так сказать, информационно-содержательно и полезным, но еще и приятным глазам. Теперь наш сайт неоднозначно зеленый. Он зеленый только мы сами. Потому что мы ввели цветовой код для основных автоматических разделов, в которых потом расскажет Олег. Но их можно точить теперь еще визуально. Они такие разноцветные. И мы надеемся, что это вам понравится. Внимание к деталям. Нам хотелось, чтобы на сайте было приятно находиться. Поэтому там есть всякие приятные, как мы думаем, мелочи, которые делают его таким, ну, мы надеемся, дружелюбным, мы надеемся, что он расположен к вам. И вы будете их находить с удовольствием, пользуясь всеми, ну, из каких-то, не знаю, подсказок, например, у нас есть какие-то переключалки, милые, которые всплывают тогда, когда не нужны. Ну, конечно, поиск. Мы не могли оставить его своим вниманием. Если раньше у нас был маленький, непонятно, когда всплывал, теперь он у нас огромный, с большими буквами. Вы никогда не ошибетесь, когда будете показывать, что там. У нас появился новый раздел мероприятий, в котором только мероприятия, их можно фильтровать. Там есть отдельно те, которые только будут анонсы, есть отдельно те, которые уже прошли, но можно почитать, как там, что было, в каком году, в каком городе. Чтобы все это найти, выбрать, требоваться на участников. И даже добавить, да, новые какие-то события для того, чтобы не пропустить, не забыть. Прямо тут же, почему мы никуда не покидаем, никуда не переходя. И теперь у нас единая база инструментов, в которых есть фильтры, которые позволяют выбрать и поискать какую-то полезную штуку или для решения своих задач. Но они объединены для того, чтобы, ну, ни наши редакции, ни наши читатели не мучились тем, что там инструменты отличаются от приложений. Теперь они все вместе, можно найти, исходя просто из конкретной задачи. Надо фильтровать можно. Да, фильтровать можно. Ну, а теперь Олег расскажет вам, что же изменилось по части содержания. Да, большое спасибо нашим ребятам-разработчикам. То, что они делали, я считаю, это вообще подвиг. Я наблюдал за всем процессом. Это было после меня, это работа, мне кажется, по срокам в том числе. По тем сжатым срокам, которые мы делали. Так сейчас выглядит наша главная страница сайта. Здесь, на самом деле, на сайте произошли радикальные изменения. Эти изменения, прежде всего, касаются удобства вас, удобства пользователя. Все здесь сделано для вас. Если на первой странице вы увидите, когда зайдете материалы, которые были опубликованы, ну, свежие материалы, то вы обратите внимание, что сейчас у нас идет очень четкое структурирование по основным нашим метателям. Прежде всего, это тема МКО, в которой мы размещаем материалы интересные и нацелены исключительно на МКО. У нас появилась метатема технологий, где вы сможете найти материалы, касающиеся социально-ориентированных технологий и новых различных трендов этой области. То же самое касается образования. Если вы зайдете в образование, вы найдете только образование. То есть, то, что расширяет ваши знания в довольно широком спектре на основании тех основных тем и интересов, которые есть в нашей базе и редакционной памяти. Инструменты. От инструментов уже сказала Аня, я лишь добавлю, что это страница, где сейчас находятся все приложения и сообщества инструменты. И более того, есть прекрасная система, в которой вы можете отфильтровать инструменты по тематике, по направлению, по их полезности и так далее. Быстро, легко, понятно и ясно. Анонсы. Анонсы. Только анонсы. То же самое я не буду повторять то, что сказала Аня. Добавлю лишь то, что вы можете отфильтровать анонсы по времени, по тематике анонсов, по их формату, вебинарах, конференциях и так далее. Ну и последнее, не последнее. Произошли довольно серьезные изменения с точки зрения юзабилити и удобства отслеживания информации. Появилось такое понятие, как курируемый хэштейн. Курируемый тейп, простите. И если, к примеру, вы интересуетесь темой мобильных технологий, то вы сможете зайти к нам. Будет библиотека курируемых тегов. По-моему, это будет очень красивая визуализация. Мы ее не успели в этот момент подготовить. Которая в том числе, следующая итерация этой визуализации, вот эти все курируемые теги, они будут связаны между собой. Но в том числе мы планируем еще то, чтобы показывать, насколько вы прочитали каждый метод тегов. И что вы можете для себя еще открыть, что связано как-то с темой, в которой вы уже хорошо разобрались. Да, здесь это первая версия, первая итерация. Поэтому, конечно, кое-что будет изменено и будет визуально более интересно. Но с точки зрения удобства есть главное. Вы выбираете тег, скажем, mobile, как мобильные технологии, или с женщинами и получаете все материалы, которые когда-либо были опубликованы в теплицах, на эту тему. Не просто, прошу прощения, не просто все материалы специально отобраны. То есть, чтобы там не было мусора, не было анонсов, потому что они уже утратили свою давность. То есть, в курируемых тегах, они на то и называются курируемые, там есть только специально отобранная информация, которая не повторяется, которая, каждый из материалов дополняет что-то по этой теме. Да, как я уже сказал, каждая тематика, которую вы здесь видите, четко ориентирована на конкретного читателя и вас как пользователя. Если вы интересуетесь темой НКО, заходя в раздел НКО, вы получите информацию, касающуюся вашей деятельности. Но это не означает, что мы не хотим выстраивать мосты между вами и специалистами. Это наша основная цель. Именно поэтому, после каждого материала, который вы прочитаете, скажем, на тему НКО, вам будет предложен довольно большой выбор свежих, новых или просто очень интересных материалов, которые пересекаются с тематикой НКО, но в других областях. НКО и образование, НКО и технологии, НКО и инструменты и так далее. То есть, с помощью этих материалов мы выстраиваем связи и выстраиваем мосты. Также в следующей итерации будет определенная система, которая позволит вам определить, насколько тема, о которой написана статья сложна. Будет деление, начальный уровень знаний, средний уровень знаний, сложный уровень знаний. Таким образом, это даст вам понимание того, какой объем, то есть, какую информацию мы предлагаем вам прочитать. И это замечательно остается. Я считаю, вот он к себе. А вот теперь я хочу представить вам. На самом деле, для редакционной группы, я потяну чуть-чуть время и скажу такой инсайт. Для редакционной группы то, что вы видите, для пользователя сайт стал значительно проще с точки зрения внимания, значительно легче ориентироваться на сайте, более того, гораздо проще читать с экрана. Потому что шрифты не просто заточены, они специально найдены и даже куплены. Это хорошие шрифты. Прекрасные фотографии. Для редакционной... Существует три формата материала. Стандартный. Это то, что вы видели сейчас с желтой иконкой. А расширенный. И более того, есть даже суперформат. Это формат лов-гридов с огромными фотографиями, с виду, движущимися видео и так далее. И для редакционной группы на самом деле все стало значительно сложнее. То есть работа с материалами, упаковка, для нас стало чуть-чуть дольше, чуть-чуть сложнее. Мы сейчас более внимательно относимся к фотографиям. У нас несколько типов фотографий к одному материалу. И так, я заканчиваю. И передаю слово... Ну и собственно я хотел... Да, ответственный момент уже был. Так, а сейчас происходит... О, запуск! Переход! Пробуем еще раз и еще раз. Пробуем дальше. Нажимаем? Нажимаем. Да! Правда! У-у-у-у-у! Я советую вам всем просто зайти на своих мобильных... Зайдите все на своих мобильных устройствах и посмотрите, как это прекрасно выглядит. А также мы вас призываем. Сделайте фотографию, отправьте в свои социальные сети с хэштегом «Новая Теплица». Пригласите друзей и коллег на наш новый сайт. Уже сейчас, с этого момента он будет выглядеть так. Поздравляем нас и вас! Поздравляем! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ